В прошлом уроке мы закончили самую сложную часть в игре. Мы полностью сделали левую кнопку. Сегодня мы за один урок сделаем правую кнопку. Перед нами открыт файл первого уровня level1.java. Поднимитесь к началу кода. А теперь я медленно буду прокручивать код вниз, а вы обратите внимание, что код написан на белом фоне. Но в какой-то момент получается так, что код становится написан на желтом фоне. Почему так? Потому что Android Studio таким образом выделяет в коде нашу левую кнопку. Она же является и картинкой. А мы с вами тоже по-своему выделили левую кнопку. Мы написали комментарий. Обрабатываем нажатие на левую картинку начала. И если спуститься дальше вниз, то можно увидеть комментарий. Обрабатываем нажатие на левую картинку конец. И этот весь желтый код относится к левой картинке. Теперь, чтобы нам сделать правую картинку, мы просто скопируем код левой картинки. Копировать будем от комментария до комментария. Вот так сейчас выглядит выделенный код. Копи. И куда же теперь вставить этот скопированный код? А вставить его нужно сразу после комментария. Обрабатываем нажатие на левую картинку конец. Теперь самое главное, не перепутайте с каким кодом будете работать. Потому что они одинаковые. В только что вставленном коде измените комментарий. Обрабатываем нажатие на левую картинку начала. На... Обрабатываем нажатие на правую картинку начала. И внизу тоже измените комментарий. Обрабатываем нажатие на правую картинку конец. Поднимитесь обратно до комментария обрабатываем нажатие на правую картинку начала. Сейчас нам предстоит очень внимательно внести изменения в только что вставленный код. Начнем с того, что изменим img-left на img-right. Дальше меняем код, который будет отключать левую картинку в момент нажатия правой картинки. img-right меняем на img-left. И не забудем про комментарий. Блокируем левую картинку. Далее меняем условие, если нам left больше, чем нам right. На... Если нам left меньше, чем нам right. Меняем img-left на img-right. И здесь img-left на img-right. Далее доходим до комментария, если отпустил палец сначала. И здесь в условии меняем знак больше на знак меньше. Подправим комментарий, если правая картинка больше. Подправим следующий комментарий, если правая картинка меньше. Далее спускаемся вниз до конца оранжевого кода. И находим строку, которая включает правую картинку. И заменим img-right на img-left. И подправим комментарий. Включаем обратно левую картинку. На этом изменения закончим. Сделать эти изменения не сложно. Главное быть предельно внимательным. Запустим игру и проверим, как работает код. Так как это тест, в первую очередь попробуйте выбрать и правильные, и неправильные ответы. Когда вы протестируете все возможные варианты, то попробуйте пройти первый уровень игры и набрать 20 баллов. Правильные ответы будут отображаться в прогрессе игры. Посмотрите, что будет с игрой, когда вы наберете 20 баллов. Игра остановится, и последняя нажатая кнопка останется в положении зеленой галочки. Больше вы не сможете нажать ни на левую, ни на правую кнопку. Это потому, что мы еще не описали выход из первого уровня. Продолжим в следующем уроке. Продолжим в следующем уроке.